Мне сейчас очень тревожно. Еще даже как-то не почувствовала, что я куда-то уезжаю. У них нижние сидения. И она не стала разрешать нам кушать. Мы прибыли на станцию Тамань-Пассажирская, откуда я начну свое путешествие в северную столицу. Последний раз мы были здесь 31 декабря 2019 года. Как вы догадались, мы находимся на новой открытой станции у нас Тамань-Пассажирская. Как тебе, мама? Да круто. Да, нравится? Хотелось попасть. И сейчас уже в 2022 году. Красивенький вокзальчик. И уже озвучивают разные поезда, которые... Но у нас еще есть минут 40. Это может? Задерживается. Задерживается. Здесь я уже показывала территорию. Заходили даже на сам вокзал. Там, собственно, проходит проверка всех этих чемоданов. И потом мы пойдем туда. Мне сейчас очень тревожно. Я поначалу думала, что... Да у меня все в порядке. Я не переживаю. А сейчас я понимаю, что я переживаю. Потому что впереди неизвестность. Непонятно, что будет. Из чемоданов у меня, соответственно, вот мой чемоданчик, сумочка и еще сзади рюкзачок. В принципе, вещей немного. Но в Питере мне, конечно, их придется самой тащить. А куда, потом уже, знаете, тащить придется далеко. Мы подошли к таблу расписания движения поезда. И вот он, мой поезд, 179-й, Евпатория, Санкт-Петербург. Прибывает в 16 минут первого. 30 минут стоит и в 46 отправляется. Вот такая станция внутри. Ну, ничего, собственно, и не изменилось. Расписание изменилось. Да, когда мы были, было буквально две строчки. А сейчас вообще столько много, даже еще навесили. Да, да. Видимо, даже не хватает места. Поначалу, когда мы пришли сюда, мы услышали якобы, что есть задержка поезда. Нет, нам показалось, это не наш поезд. Так что, вроде как, он пока идет по расписанию. Прошли мы досмотр очень быстро. И теперь направляемся к поездам. И хотелось бы, конечно, сейчас узнать, на какой примерно хоть платформе будет наш поезд. Потому что такой информации мы пока не нашли. Вот там не будет. Я думаю, там должно быть. Думаешь? Ну да. Ну, с той стороны, с Крыма же идут правосторонние движения. Я почему-то думаю, что здесь должно быть. Но сейчас мы выйдем на эти пути. Они такие огромные. Ну, если мы ошибемся, то я не знаю, придется заново катить. О, мы, оказывается, правильно пришли. Санкт-Петербург, поезд номер 179, путь 4. Платформа очень хорошо освещается. Есть лавочки. И мы сейчас как раз приземлимся на эти лавочки и будем ждать поезда 4-й платформы. Люди тоже ждут, но не единственные. Платформа, следите за нашим объявлением. Приносим к своему изменению водострады. Крымская железная дорога. Так, смотрим. И вот, это мой. Гранд Рейн. Поезд номер. Да, это мой. Восьмой вагон. У меня третий вагон, 28-е место. Это купельные проезжают. Да, как раз он едет сюда. Точно, он как раз в нашем городе. Где там мой? Вот он, третий вагон. Все. Вот. Все, вот этот вот. Поезд остановился. Мы промахнулись на один всего лишь вагон. Сейчас здесь долгая стоянка, 30 минут. Так что мы успеем загрузить все вещи. Встречающие, провожающие. Вот мне помогать. Так. Вот. Да, вот третий. Я, кстати, говорила, что никто еще спать не будет, потому что все проезжают здесь, и всем надо посмотреть. Конечно. Москва, Симферополь. Прибытием задерживается. Погулять еще. И ожидается в ноль часов будет запасаться на скорый поезд номер 179 Евпатория, Санкт-Петербург. Поезд находится на четвертом пути. Нумерация вагон с хвоста состава. Синяя Сергеевна. Поезд находится на скорый поезд номер 179 Евпатория, Санкт-Петербург. Поезд находится на четвертом пути. Хорошо. Нумерация вагон с хвостом состава. Чтобы никто не видел. Спасибо за внимание. Потому что я не могу помочь, так что я потом помогу. Хорошо, спасибо. Загрузились, там люди даже, некоторые спят. Санкт-Петербург, Северополь. Спасибо за внимание. В общем, я наконец-то заложила свое место спальню. Это делать крайне тяжело. Сейчас я пришла переодеваться, потому что уже ночь поздная. Буду ложиться сразу спать. Ну, кстати, насчет туалетов. Вот водичка. Туалеты. Здесь билы туалеты. Есть бумажные полотенца и туалетные подкладки. Бумага. Так что, в принципе, чистенько. Ну, за исключением того, что там успевают убрать. Все завтра. Сегодня прям уже надо отдыхать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вагон потихоньку начинает уже оживать, просыпаться. В принципе, неплохо я так сегодня даже поспала. И кондиционеры работают. И нет привычного такого стука колес, как в старых поездах. Но местами поезд шел так достаточно сильно, так укачивало. Но, в принципе, это даже не мешало спать. Мы приближаемся к Ростову. В 7 утра мы будем там. То есть еще где-то нам ехать, ну, полчаса. Все утренние процедуры решила пораньше сделать. Пока нет очередей. Впереди целый день. И что делать в этой дороге, я даже не знаю. Ну как, у меня есть с собой вообще-то книжка. У меня есть музыка. Ну, если будет интернет, значит будет интернет местами. Собственно, мое верхнее место выглядит вот так вот. Здесь я положила основные свои вещи, с которыми хожу. Вот он в туалет. Например, здесь очки. Чехол от очков. У каждого вот такой вот светильник. Вот это вот. Вижу розетка USB на два разъема. А все вещи мы вчера положили внизу. Потому что, если такие тяжести улетят, то будет не очень приятно. Добро пожаловать в Ростовскую область. Познакомьтесь ближе с безграничными степями и вольным доном. Здесь вы сможете увидеть 7-метровые песчаные дюны. Душевно отдохнуть на берегу Тагановского залива. Устроить сплав на плоту с шашлыками. И отведать деликатесных раков и Сазана по-казачьим. Отведать я вряд ли что-то успею, но приятно от МТС. Силы, сила, сила, прохвати. Силы, прохвати. Силы, прохвати. Ну что, моя первая остановка. Мы приехали уже в Ростов-на-Дону. Здесь остановка 20 минут, поэтому можно немного погулять по перрону. Сейчас очень много пассажиров вышло именно в Ростове. Удивительно, потому что я думала, что все будут ехать куда-то подальше. Но нет. Многие мои даже соседи по этому купе вышли именно в Ростове. Ну, посмотрим, сядут ли новые или нет. Ростов встречает немножко дождиком. Такие тучки. Но очень приятная прохлада. И, наконец-то, я могу разговаривать в полный голос. Это утром как-то было нехорошо разговаривать, пока все спят. В общем, да, встала я сегодня в 6 утра. И сделала все утренние процедуры, пока весь поезд еще спит. Ну, собственно, если днем показывать, то поезд выглядит точно так же, как и РЖД. Единственное отличие, что здесь надпись вот этого Гранд Экспресса. Вот так раскраска та же самая абсолютно. В последнем пути стоит ласточка. На такой я добиралась тоже до Ростова. Было дело. Вчера, стоя на перроне, я еще даже как-то не почувствовала, что я куда-то уезжаю. А вот сегодня я уже почувствовала, потому что я уже поспала ночью. Я смотрю, что очень много студентов, потому что все едут на обучение. Все с котомками, всякими пледами, подушками. Это сразу заметно. Но я вроде бы попыталась унестить вот все свои пожитки в один чемоданчик и маленькую сумочку. Налила себе кофеечко. Еще пока выезжаем из Ростова. Пока что там усаживаются пассажиры другие, поэтому немножко подожду, потом пойду и буду кушать. В условиях, когда у тебя верхние места, достаточно сложно завтракать, обедать, но вроде как не остановилось. Буду кушать. Проезжаем Там всякие маленькие населенные пункты, и везде своя жизнь, а мы мимо. Просто так смотришь в окно, люди на машинах едут, дети на велосипедах катаются, а ты просто в горизонтальном положении передвигаешься на поезде, и все. Я пыталась сейчас заниматься на компьютере, у меня ничего не получилось. Я села внизу, там, где боковушка, был столик, место свободное, и попыталась. Что вы думаете? Мой вестибулярный аппарат сказал, нет, до свидания. Настолько укачивает. Это тебе, конечно, не самолеты, поэтому не получилось мне ничего поделать. Так что откладываем это занятие до лучших времен. Что остается? Наверное, смотреть какие-нибудь видео в интернете, читать книжки или спать. Будет у меня сейчас обед, кубанская кухня. Это так смешно. Это у меня суп харчо с сухариками. Пришла заварить. Или кушать, потому что время уже почти 3 часа. Перед 2 часа, 2 часа. Да, время у нас 2 часа дня, и вот будет остановка роза. Стоять будет 15 минут. Ну что, еще одни мои соседи сошли на станции, на Росоши. Причем освободили очень хорошие нижние места. И, собственно, пока они ушли, пока они пришли новые, я села поесть. Конечно, прям такие козырные места, нижние. Вот и будет интересно, займут их или не займут. Ну и так, посмотрела уже в интернете по билетам, вроде как занимают. Соседи не заставили себя ждать. Уже заселились на улыбке. Супчик. Вышла я из вагона. Жарковато, хотя погода пасмурная, но тепло. Вот здесь достаточно узенько. Кстати, у нас даже уже поменялся проводник. Сначала у нас вроде как мужчина загружал, сейчас у нас девушка. Ну вроде как мужчина-проводник сказал, что он до Питера самого. Так что не знаю, посмотрим. Здесь у нас уже пашно мороженое. Пассажирский поезд номер 311 «Новороссийск» в Оргута прибывает к 3-й платформе. Пассажирский поезд номер 311 «Новороссийск» в Оргута прибывает к 3-й платформе. Нумерация вагонов головы поезда. Выход к 3-й платформе через пешеходный мост. Выход на пешеходный мост со стороны привокзальной площади. Здесь еще и мед продают. Представляете? вот это что воронежский мед и соты даже ягодки тоже продают я думала буду читать книжку смотреть какие-то видео в итоге едешь везде нету связи ночью музыку слушала вроде сейчас я выспалась так может я все это другое буду делать а так что еще в вагоне то делать туда-сюда чтобы ходить емкости для зерновых написаны семинар и пулузы видимо они не хранятся еще я поняла почему скорее всего не был сопроводник они же косменно работают один прибор другой день другой если честно надоедает лежать какое-то область поэтому лучше двигаться спускаться вниз сидеть ну тоже знаете когда не хочется беспокоить и по факту они конечно не обязаны пускать но покушать например конечно нужно пускать но все равно это не комфортно такой каталог таврия маркет здесь можно посмотреть что-то купить разные достопримечательности гид по полуострову куда можно поехать о казантипский природный заповедник вот тут мы были в последнюю нашу поездку на самом деле люблю такие журналы почитать очень много всего интересного всегда и фотографии всегда такие красочные яркие я думаю тут куда ни глянь я везде здесь уже была места знакомые мне все абсолютно все про Крым даже степной Крым хотя многие забывают про степной Крым а здесь можно почитать Дженкой я даже никогда не думала что в Дженкой есть какие-то достопримечательности вот видимо есть надо почитать в общем мы с ребятами познакомились уже правда разговаривали но так не представь в общем меня зовут Ксюша Дима мне 23 я Дима мне 25 Кася 19 Кася 19 так а из каких городов вы? Ростов-на-Дону Ростов тоже Ростов ну я из Краснодара вот как-то так заобщались ну все практически все из нас едут на учебу ну только Дима у нас на работу ну все равно на работу вот у нас сейчас обеденное время 2 часа дня да день первый второй выживать мы пытаемся выжить сами силами сложно кушать когда у тебя верхняя полка не всегда разрешают сидеть за столом стоп 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 теперь нужно объяснить почему мы вчетвером сидим и кушаем не за столом а в пароходе еще еще одни мои соседи сошли на станции на росыше так что прям такие козырные места будет интересно займут их или не займут рассказываю ситуацию которая у нас возникла на предыдущей станции зашла женщина бабушка уже со своей внучкой у них нижние сидения и она не стала разрешать нам кушать конечно же нам стало неприятно потому что покушать хочется а женщина не разрешает и мы как-то все сели на соседние сидения стали обедать стол маленький маленький да еще можно там постоять где кулер вот этот там тоже такой столик есть да и мы со своим друзьям ходим в соседние вагоны ходят на друзья соседние вагоны ходят на друзья да правда вам расскажут еще по-моему мы видим вагон который шел босиком по городу отчаянный 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 и если я знаю как это стихончик я буду представить да а вот эти буковки она выложена валет дама король вагон поле она украдит а я не понял мы поговорим потом Это не токсичное токсичное токсичное. Субтитры создавал DimaTorzok Я поела, все как полагается. Буду сейчас лежать и слушать музыку. Что еще остается вечером делать? Уже темно. И следующая стоянка, которая будет чуть ли не в 12 ночи, это будет Рязань. Не знаю, стоит ли выходить или не стоит. Может быть, я на тот момент еще не буду спать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok